В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях, масштабных учениях, громких арестах и подведем криминальные итоги недели. Историческое ЧП. Вода в Волге поднялась до небывалых для середины лета отметок. Последний раз такой паводок в Самаре был 23 года назад. Отдыхать по берегам рек небезопасно. В пятницу спасатели эвакуировали людей, расположившихся в районе реки Кривуша. С бесстрашными туристами познакомилась Марина Матвейшина. Во второй по-настоящему летний день городской пляж Новокуйбышевска пользуется особой популярностью. Но прежде чем на него попасть, приходится заранее раздеваться и разуваться. Дорогу к нему перегородила вода. Течение смог не сбивает, но достаточно сильное. Причем по нашим ощущениям вода прибывает постоянно. Еще несколько минут назад эта лужа была и меньше, и мельче. Уровень воды над дорогой поднялся примерно на 40 сантиметров. Однако поток не останавливает ни пешеходов, ни автомобилистов. Хотя некоторые оставляют машины перед водой и отправляются отдыхать пешком. Мы приехали на машине, но на машине мы туда не поедем. Мы не знаем, как обратно будем выезжать. Да и вообще опасно. Все равно уровень, я не скажу, что прям маленький. Приехали, оставили машину, уехали на ту сторону. Приезжаем. В шоке, если честно, в легком, что увидели на мосту. А мы палатки переносили уже. Перенесли, потому что сразу было. Спасателям даже пришлось принудительно эвакуировать людей с пляжа. От воды спасли 27 автомобилей, 42 человека, из них семеро детей, а также кошку и собаку. Подтопление произошло не только в Новокуйбышевске. Водой залиты и самарские пляжи. Волга вплотную подступила к набережной. В последний раз такое было 23 года назад. Уровень реки у Самары сейчас составляет более 30 метров и продолжает повышаться. В региональном МЧС предупреждают самарцев, что Волга в ближайшие несколько дней поднимется еще на метр. Это уровень воды не критический. Подтоплений территорий, объектов экономики, жилых домов никаких не произойдет. Единственное, что может подтопляться, это низменные участки реки Волга. Запретить при нахождении там жителей мы не можем, но вместе с тем все мероприятия предупредительные, которые необходимы, мы выполнили в обязательном порядке. Несмотря на предупреждение о том, что вода так и будет пребывать, некоторые любители дикого туризма отказались эвакуироваться и покидать свои палаточные лагеря. Единственное, что беспокоит отдыхающих, это плохая рыбалка. Да нет, не страшно. Почему у нас тут лодка, ребятишки, мы из-за детей тоже не боимся. Да не пойдет, она придет на метр, даже она не зато потасила. Да как-то нормально, нормально себя чувствуем, нормально отдыхаем. Несмотря на отказ туристов, ГИМС обещает патрулировать реку Кривушу в течение всего дня. Если вдруг люди попросят о помощи, их будут готовы вывезти. Обрушение трибун на спортивном стадионе к чемпионату мира по футболу отрабатывает любой возможный форс-мажор. Медицинские работники, пожарные и спасатели МЧС провели совместное учение на стадионе «Металлург». 250 человек, медики и спасатели тренировались работать в одной команде, быстро эвакуировать людей с места трагедии, устранять панику, определять степень травм и дальнейшие действия с пострадавшими. В таких случаях важную роль играет не столько временной фактор, сколько фактор правильной организации. Именно из-за этого зависит то общее количество пострадавших, которых мы можем вернуть. Самое главное соблюдать хладнокровие в нашей ситуации, принимать быстрое решение, верное решение, слаженная работа всей команды. Действовать во время массовых ЧП учатся и врачи. Тренировки прошли в больнице Пирогова. Во время чемпионата мира по футболу готовыми нужно быть к любому развитию событий. Поэтому учения начались уже за год до Мундиаля. Подробности в нашем сюжете. Вой сирены на улице Полевая заставил оглянулся всех прохожих. По дороге одна за другой проехали 8 машин скорой помощи и свернули в больницу Пирогова. В городе все спокойно. Так медики тренируются к чемпионату мира по футболу. Легенда – массовое поступление пациентов. Самое главное – это сегодня мы должны отработать движение скорой помощи по маршруту, который мы утвердили со скорой помощи, по территории, непосредственно по территории больницы. Это логистика и маршрутизация пациента. В больнице несколько отделений. Куда именно поедет машина скорой, решает медработник на КПП. Работать нужно быстро, чтобы не создавать заторов. Скорая подъезжает, пациентов уносит на носилках, тут же прибывает следующая машина. Всего в учениях задействовано около 100 человек. При этом работа станции скорой помощи не прерывается. Город живет своей жизнью, учениями, люди болеют все равно, несмотря на учения. Поэтому основная масса сейчас, конечно, обслуживает вызовы. А будут привлечены технические автомобили с персоналом водительским, естественно, со старшими фельдшерами под станцией. Только на июль в больнице запланировано еще 35 тренировок. Они будут проходить даже ночью, чтобы врачи были готовы к любым ситуациям. Задержан по горячим следам. И все благодаря подробному описанию потерпевшей. Экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого в грабеже на Среднесадовой. Выяснилось, ранее 35-летний самарец уже был судим за разбойное нападение и вышел на свободу только два месяца назад. Силовики подозревают на счету у мужчины как минимум 6 нападений на жительниц города. Преступления совершались на территории промышленного, советского и октябрьского районов. Грабитель срывал с жертв, а в основном это молодые женщины, золотые цепочки. Задержанный дает признательные показания. Задержать удалось и еще одного вора, на этот раз в железнодорожном районе города. Схема похожа. К женщине подбежал незнакомец, нанес удар и сорвал с шеи золотую цепочку. После случившегося пострадавшая дошла до дома и обратилась за помощью в полицию и в больницу. В тот же день предполагаемый злоумышленник был задержан, когда пришел в ломбард. Вдительные самарцы сообщили о подозрительном мужчине в полицию. Благодаря гражданам данный гражданин был задержан около одного из ломбардов в момент, когда он пытался сдать ограбленную, то есть золотую цепочку, в частности ломбард. Своевременно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вот в содействии граждан данный гражданин был задержан. По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Мужчина заявил, что употребляет наркотики и нигде не работает. Поэтому полицейские предполагают, что эти преступления не единственные, совершенные им. Все, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, могут обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам, указанным на экране. ДТП со смертельным исходом произошло на трассе М5 «Урал» около села Печорское в Сызранском районе. По предварительным данным водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и съехал на правую обочину. Там в это время местные жители торговали клубникой. Машина сбила 68-летнего мужчину, 12-летнюю девочку и 9-летнего мальчика. По предварительным данным сотрудников Самарской госавтоинспекции, водитель автомашины «Лада Калина» из Ульяновской области, мужчина 1953 года рождения, заснул за рулем. В результате чего допустил наезд на пешеходов, находящихся на обочине проезжей части. Мальчик получил тяжелые травмы и по пути в больницу скончался в машине скорой помощи. Девочка серьезно не пострадала. А пенсионер с множественными травмами в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Установлено, что он был трезв. За дешевый кабель в зал суда в мошенничестве обвиняют директора подрядной организации, которая строила два подземных пешеходных перехода на Московском шоссе. Прокуратура Самары провела проверку, по результатам которой выяснилось, при стройке использовали нагревательный кабель в три раза дешевле, чем тот, что был предусмотрен госконтрактом. Ущерб, причиненный заказчику, Министерству транспорта и автодорог Самарской области, составил почти 4 миллиона рублей. В ближайшее время обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере будет направлено в суд. Директору строительной компании может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Кроме того, он должен будет возместить ущерб. Подрядчик должен был использовать нагревательный кабель стоимостью порядка 368 рублей за метр. С целью хищения чужого имущества путем обмана заключил договор поставки кабеля стоимостью 123 рубля. Реализуя свой преступный умысел, он в акты приема передач выполненных работ включил именно тот кабель, который был предусмотрен условиями государственного контракта. Если в течение трех дней не обратитесь к приставам-исполнителям, квартиру вскроют без вашего участия. Листовки с таким содержанием стали появляться на самарских домах. Представители регионального управления Федеральной службы судебных приставов просят жителей быть бдительными и поясняют, ведомство такими методами не работает. Информацию о своих долгах людям можно узнать на официальном сайте службы в разделе «Банк данных исполнительных производств». Службы судебных приставов, безусловно, информируют о действиях, которые будут применяться к должникам. Но она это делает законными способами и методами. Соответственно, мы можем направить, например, извещение, уведомить по телефонной связи, либо каким-то другим законным методом, но никакие расслабления и объявления быть не может. Такого права нет и у коллекторов. Согласно закону, принятому год назад, агенты имеют право звонить должникам в будни с 8 утра до 10 вечера и в выходные с 9 утра до 8 вечера, а также встречаться с ними не чаще одного раза в неделю. Если коллекторы будут требовать вернуть долги незаконными способами, жители могут обратиться в региональное управление службы судебных приставов по телефону, указанному на экране. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова